всем здравствуйте друзья добро пожаловать на мой канал с вами николай светлана моя мама которая ко мне приехала погостить но и луна уже знаете сегодня я проведу небольшой обзор растений в моей спальне покажу как сейчас поживает собой с тобой влюбились маму все любовь особенно луна от нее не отходит так вот покажу растение моей спальне покажу что там сейчас мы кстати зацветает сансеверий обзор сансеверий немного поделюсь опять моими наблюдениями и в конце видео покажу новинку моей коллекции которую кстати мне привезла в подарок мама она мне привезла ее через три страны через турцию через италию и потом до испании сансеверия доехала отлично покажу и как раз немного о ней тоже расскажу о наблюдениях по уходу за данным растением все всем кому интересно присоединяйтесь к нам что-нибудь хочешь сказать зрителям да здравствуйте давно мы с вами не виделись вы помните мой эфир на даче вот это я светлана которая через три страны приехала очень приятно с вами пообщаться через канал теперь на самом деле не к нам вместе хорошо маленькой звездочками все начнем наш обзор кому интересно поехали друзья мы начинаем наш обзор со спальни если стоит крупномеры мы на них посмотрим в конце здесь у меня стоят еще санс очки и вот санс очки кстати на этой неделе должны ко мне прийти сансеверии из латвии от моей подруги светлана я про нее расскажу потом в следующем видео когда получу сансы вам их покажу мне надо будет здесь установить еще пару полок вот таких полок кстати про полки тоже часто спрашивают полки я покупал берируа мерлен они на такой крепежной основе что не видно ничего да такая как воздушный как будто они парят очень удобно и выдерживают большой вес итак начинаем сансеверия здесь у меня стоит зеланика кстати зеланика собирается зацветать вы можете видеть да она начинаю выбросила цветонос вот один вот тут в глубине есть еще 2 вот там видите тоже носик такой постепенно будет вырастать я вам покажу крупнее цветоноса сансеверии все сансеверии цветут мелкие типа хани цветут намного реже вот такие крупные цветут намного чаще фокус сбивается потому что слишком много объектов в кадре не можете на чем-то одном сфокусироваться но зеланика вы все знаете это обычная сансеверия достаточно но красивая я ее люблю крупный у меня куст дальше продолжим движение процветение поговорим еще чуть дальше потому что меня много раз уже спросил спрашивали по поводу опыления переопыления и всего прочего вот действий сансеверия кордова тоже стояла в свое время на ярком солнце очень сильно выгорело но перестали ставь ее более темное место хоть и на подоконнике но без прямого солнца она стала зеленеть прям очень хорошо позеленела снова дальше у меня стоит сансеверия вот такая массаня наварегатная кстати которая тоже свое время очень сильно пожелтела от солнца стала вот вся вот такая практически вот такого цвета видите желтенькая но переставил ее подальше от солнца вот это вся часть уже восстановилась говоря узнаете постепенно восстанавливается Andiei etc тоже кусочек восстановиться будет красиво она кстати мне дала детку, вот ее детка, посмотрите, у масонян есть такая особенность, у вариегатных, да, вот это масоняна вариегатная, они дают детку зачастую не похожую на них, посмотрите, вот какая у нее детка, какие-то микрошрамики у нее почему-то, посмотрите, какого она цвета вышла, кстати, достаточно небольшой листик, но красивый, вот это ее мать и детка, сроду не скажут, да, что это одно и то же растение, что у них общий какой-то корень, такая масонянка, здесь у меня стоит сансеверия Star Minch Green Marble, сейчас я вам покажу табличку, вот, Star Minch Green Marble, зеленый мрамор, я ее в свое время привозил из поездки, тоже такая, вполне себе обычная сансеверия, жесткая, мне она нравится, вот здесь еще одна масонянка стоит, тоже у меня, посмотрите, какая, это больше похоже на свою маму, да, вот эта мама, листик, вот это детка от нее, тоже достаточно красивый, крупный лист, я раньше их рассоединял, разделял, какие-то продавал иногда детки, сейчас решил ничего не продавать, все себе, потому что хочу более крупные горшочки, подавился немного, более крупные горшочки, чтобы было несколько листьев, потому что по одному листочку, ну, не так интересно, следующее растение, это вот такая сансеверия Inti, Inti, чем она отличается, она растет, знаете, такой формой лапки, некоторые, постараюсь вам показать, довольно много растений, немного сложно, ну, в общем, она начинает немного кривиться, как вы можете видеть, такая Inti, вот здесь детки от сансеверии Black Rose, это обычная сансеверия, я вам сейчас ее быстро покажу, так, проскочу, вот, я думаю, многим она из вас знакома, вот материнское растение, детки ее растут вот так, не идут они вот таким вот розочкой, не становятся, немного белого, это после протравки препаратом Nisaran, он оставляет белые следы, пока еще я его не очищал, в общем, вот здесь две, кстати, их просто никто особо не покупает, такую сансеверию, поэтому они у меня отсажены, возможно, я их всех объединю вместе с материнским растением, так как мне надо будет подготовить место до, для порядка, по-моему, 12 сансеверия мне должно прийти, вот такие Inti, здесь стоит сансеверия Francisi, вот такая, смотрите, это крупная, самая первая розетка, потом я еще вода купил ей две вот таких, очень они шли дешево, я решил докупить, чтобы сделать сразу пышный кустик, тоже стоял на ярком солнце, видите, насколько отличается цвет на ярком солнце, как она подвыгорела, это при том, что у нее уже цвет начал восстанавливаться, и эти никогда не стояли на ярком солнце, хотя я говорю, они стоят у окна, но тут нет такого, знаете, сильного солнца, чтобы они прям обжигались, и они, видите, намного более красивые, более зелененькие, и вот так она выдает детку, крайне медленно растущее растение, это сансеверия Francisi, вот так она выдает детку, видите, на вот таком вот длинном побеге, как на ножке на такой, начинает образовываться деточка, которая постепенно будет разрастаться, я думаю. Следующее растение, это вот такая сансеверия, тоже массониана, тоже варигатная, кстати, довольно, можно сказать, ну, они вообще медленно растут, массонианы, да, но это, можно сказать, плодовитая, так как это ее вторая уже детка за последние два года, то есть вот это был материнский лист, была от нее детка, которую я отсадил, продал, и вот эта новая деточка уже выросла снова, это я уже трогать не буду, теперь уже два листочка в горшке, так покажу, и смотрите, какая она красивая, вообще массонианки варигатные, одни из моих самых любимых, посмотрите, какие они яркие, какие они красивые, тут они у меня живут, это сансеверия Кирки Сильвер Блю, все вы ее, кто меня следит за моим каналом, давно смотрит, знает, она неплохо выросла, много дала новых листьев, дала много потомства, я ее спасал в свое время из мебельного магазина, вот такая она у меня крупная, полностью отпилась, раньше листья были полностью сложной такой гармошечкой, знаете, сейчас они все хорошо выглядят, все целенькие, вот такое растение, следующее растение, это вот такая тоже массониана варигатная, самая первая моя, я ее покупал, тоже давненько, уже несколько ей лет, она у меня сидит, тоже давала она в свое время детку, который тоже благополучно продал, вот после этого она на меня обиделась, и новую детку давать не хочет, вот, кстати, еще одна ее детка, тоже отсаженная, такая вот массонианка, кстати, возможно, ей многовато солнце, потому что я вижу, что она чуть-чуть желтовато выглядит, слегка, надо, может быть, ее переставить подальше от яркого солнца, потому что вот в этот угол солнце светит поярче, так, ну это я уже вам показал, Black Rose, нет, это не Black Rose, я ошибся, Star Rose, Star Rose, Black Rose, это другая Сансеверия, Star Rose, вот детка от этой массонианы, тоже один лист, видите, варигатность ее не сильно проявилась, хотя она уже тоже довольно давно у меня сидит, живет здесь, вот такая массонианка, тоже все равно яркость есть, есть варигатность, но не сильно, иногда у них повреждаются вот так листочки, когда они выходят из грунта, не знаю, с чем это связано, но бывает такая тема, Сансеверия, Fishery, Fishery, тут такая тоже материнская, и две розетки, вот одна детка, и вот вторая детка, у нее здесь тоже растет, недавно у меня ее просили купить, один мой знакомый хотел мне купить эту детку, но настолько она близко посажена, прямо притык к материнскому столону, что я решил не отделять, лучше думаю, пусть сидит у меня, чем испортить столон, это просто лист от Сансеверии Капертон, вот она стоит, Капертон, вот такой Капертончик тоже большой, потихонечку разрастается, вот это тоже новая детка он дал, все растет, кончики листьев это естественный процесс, они у них подсыхают, это, так сказать, часть процесса их нормального, мне они даже, можно сказать, нравятся, не мешают никак, и вот один лист при пересадке, он отломался, я его посадил, и будем ждать какое-нибудь от него потомство, жестколистные Сансеверии, как я всегда говорю, они идут по сорту, то есть, если мы посадили вот такой листик, от него должна получиться вот такая розетка, дальше продолжаем движение, кстати, мне мама привезла вот этого малыша на коне, такой он, забавный, здесь у меня стоит еще одна Массониана, тоже вариегатная, это крупномер, это детка, у меня еще есть материнское растение от нее, тоже, возможно, в будущем она мне даст потомство, пока я не вижу ничего, но я надеюсь, что в будущем она мне что-то народит, вот такая, безымянная, пытались мы со зрителями ее определить, но не получилось, так я и не понял, кто она, это Сансочка, тоже покупал ее так давно, вот здесь еще стоит Сансеверия, Комет Амазон, кстати, Комет Амазон собирается зацветать, видите, у нее такие, как бы липкие появляются, как они называются, как росинки такие, это такой сок, их не надо убирать, это ничего, никакая болезнь, ничего, они так, цветочки появляются, растения, цветы, как вы можете видеть, да, на цветоносе будут зелено-беленькими, чем-то напоминают по форме жасмин, ароматный, кстати, по запаху тоже напоминают жасмин, зависит от сорта, у кого-то они пахнут, как духи, кому-то, да, кому-то они больше пахнут, как манго, цветение длится в среднем 5-7 дней, зависит от цветоноса, может длиться и 3 дня, например, но если большой цветонос, то может дней 7 длиться, что еще можно об этом сказать, опылять их можно, если у вас одно растение, один цветонос, и вы его будете опылять, семян не получится, у меня есть видео на канале, я там рассказываю, если у вас есть два растения, ни в одном, ни одной, ни, так сказать, ни из одной розетки растущих, да, ни из одного столона растущих, то можно опылить, например, это растение можно опылить, например, вот это бы у меня цвела, тоже их можно было бы переопылить и получить даже новый сорт, я уже так неоднократно делал, у меня уже 4 или 5 так растений переопылено, одно с другим, и начинают расти, так сказать, новые мутации или новые сорта сансеверий, вот и это собирается зацветать, не знаю с кем я ее опылю, у меня еще другая сансеверия цветает, может быть успею опылить с ней. Следующая это сансеверия медуза, такое растение, тоже забавное растение, относится она к цилиндрическим сансевериям, достаточно интересные листики, довольно-таки светлые, такие серебристые, можем так сказать, камера, она все желтит, у нее абсолютно нет желтого оттенка в листве, но на камеру, на самсунгах есть такая тенденция желтить все. Здесь у меня стоит сансеверия Таф Леди, тоже старая материнская розетка, это вот эта, которая тоже давным-давно отцвела, как вы видите, она не погибла, просто стоит, нарожало много детенышей, кстати, все детеныши отделены, просто посажены вместе, я их отделил, разрезал их корневища, которые называются сталоны, и вот они постепенно, я думаю, начнут тоже, вот этот крупный уже, начнут разрастаться, тоже стояли на более интенсивном солнце, соответственно, посветлели. Сансеверии, я понял, вообще не любят яркое солнце, сильное яркое солнце им вредит, хорошее освещение просто, без прямых солнечных лучей, это самое то. Даже какое-то легкое притенение они тоже неплохо переносят, и тоже такие достаточно зелененькие, вы знаете, становятся жирненькие, на не сильно ярком солнце, и жару не любят, когда вот такой стоит воздух жаркий, да, например, без проветривания. Следующая сансеверия, это сансеверия Pearl Young, недавно ее показывал в обзоре по балкону, но она у меня переехала сюда, я отсюда убрал Роксбурхиану, потому что ей здесь было жарковато, и это другой сорт Роксбурхиана, и поставил вот эту. Здесь еще стоит вот такой гибрид Bralong, Blorong называется, Blorong, да, такая сансеверия тоже. Деточку я от нее продал, и после этого мамка, вы знаете, когда я отделил, подразболелась, даже сбросила несколько листьев, не знаю, может быть я, хотя вроде бы отделил я нормально, но вот видите, нижние листочки начали желтеть. Розетка, центр живой, нормальный, постепенно, я думаю, обрастет, но я в последнее время как-то стараюсь никого не отделять, оставлять себе и растить более пышными кустами, потому что все-таки красиво, когда их много в горшке, поэтому Blorong, если кого-то он снова решит мне народить, я трогать больше не буду. Следующее растение, это вот такая разновидность Аубрутианы, сансеверии Аубрутианы, Лоурен называется она. Лоурен очень красивое растение, единственный недостаток, это ее сильно пышный рост, вот вы видите, да, какая она раскоряка, она занимает очень много места, потому что, видите, да, листья растут, они не держат розетки, как, например, ну, давайте покажем снова, как, например, Инти, ой, не Инти, а Перл Янг, да, она вот такая более компактная розетка растет, а у Аубрутианы в целом есть Аубрутиана Дракола, есть Аубрутиана Металлика, вот Лоурен, она любительница тоже, так вы знаете, раскидисто расти, несколько лет она у меня уже живет, потихонечку убрасывает, вот этот, например, молодой листик видно, какой-то молодой розетки, вот такой более зелененький, с возрастом листья начинают выгорать, становиться более желтыми, такие кремовыми, в общем, вот такая Лоурен, красивое растение, многие говорят, что это капризный сорт, но я не могу сказать, честно сказать, не замечал за ней капризов никаких. Следующее, это тоже крупное растение, которое растет у меня уже больше 4 лет, покупалось оно крошечным стаканчиком, примерно вот такого размера, сансеверия фернвуд, тоже покупалось совершенно маленьким, как я уже сказал, растением, и посмотрите, какая она крупная уже выросла, прям это уже большое такое ведро, как вы можете видеть, да, сансеверия, очень красивое, жесткое растение, она, кстати, никогда не цвела, очень активно выдает детку, очень активно выдает потомство, пару раз я ее уже пересаживал за это время, что она у меня живет, да, даже три раза, по-моему, был третий раз, когда я посадил ее в горшок, прям большой, и она здесь тоже прекрасно адаптировалась и хорошо себя чувствует. И еще вот такая у меня сансеверия здесь стоит, тоже большой куст, есть и молодые листья, и старые листья, а иногда люди не любят вид старых розеток, начинают их выкорчевывать, убирать, выкидывать, и оставляют только молодой рост. Мне не принципиально, мне даже интересно, что есть разные поколения растений в одном горшке, это сансеверия black diamond, называется данный сорт, вот такое растение, тоже покупалось оно в 2 или 3 розетки в свое время, и сейчас тут уже розеток 7 или 8 в общей сложности сидит. Тоже, это, кстати, сорт такой достаточно неприхотливый к освещению, она легко переносит полутень, и вот так они все у меня здесь выглядят. Вот такие растения, да, вот так они стоят, с утра здесь солнце, это восточная сторона, с утра солнце, прямое маломальский солнце дается в этом углу, но тут у меня еще сетка, она тоже притеняет, и я еще хочу, друзья, в будущем сделать вот здесь две полочки, как я уже сказал, вот здесь одну, эту я, скорее всего, помещу пониже, вот сюда, и еще одну здесь поставлю, вот такого же плана, чтобы поместились новинки. И сейчас я вам покажу сансеверию, которую мне привезла в подарок мама. Сансеверия, кстати, стоит в комнате, которую я оборудовал для мамы, здесь у меня живут все мои агланемы, но о них мы тоже поговорим в будущем, сейчас не о них. Вот такая сансеверия, очень она мне нравится, это сорт называется яванико вариегатная, причем интересная особенность, когда она досталась моей маме, у прошлой хозяйки она жила в лечузе, смотрите, вот розеточка, которая росла в лечузе, посмотрите, она была намного меньше, практически не присутствовала вариегатность, смотрите, она была практически полностью зелененькая, видите, зеленые листики, очень тоненькие, даже вот этот покрупнее, но тоже такой без вариегатности, а вот лист, который вырос в грунте, то есть, когда мама ее получила, она ее получила, пересадила в обычный грунт питательный, для декоративно-листных растений с перелитом, и вот пошла вот такая розетка, при том, что она у нее не стояла на ярком солнце, на каком-то, знаете, там, палящем, чтобы вариегатность разрослась, она у нее стояла на подоконнике, и перед подоконником еще был балкон, на котором есть шторы, и вот при этом выросла вот такая красивая вариегатность, на Сан-Северии появилась, да, и листья намного жирнее, посмотрите, какие красивые листья, в целом, да, яркие, у нее еще есть интересный такой кончик, край, как будто бы чем-то похож на агаву, да, посмотрите, такой рифлененький, в общем, приятное растение, она мне ее смогла привезти, я очень этому рад, так что пополняюсь немножко, хотя бы одним сортом моя коллекция, вот такой интересный экземпляр, да, и опять-таки, для всех любителей Личузы, вот смотрите, вот это выросло в Личузе, да, а это выросло уже у меня, не у меня, а у мамы в грунте, мне кажется, разница на лицо и на лице, так сказать, все, это был мини-обзор, который я сегодня хотел вам сделать, берегите себя, хорошего дня, при желании подписывайтесь на канал, и увидимся с вами в новых обзорах и видео, до новых встреч, пока-пока!